В дни праздничных торжеств, посвященных Дню Славянского района и 150-летию Славянска-на-Кубани, окунуться в самобытную атмосферу, спокойствия и непринужденности можно было в Северном парке. Там с 31 июля по 2 августа распахнули свои гостеприимные двери так полюбившаяся всем этнографическая выставка под открытым небом «Казачья курень». Старинные хатки-мазанки, крытые камышом, плетеные изгороди. Традиционное убранство казачьего подворья создавал неповторимый колорит кубанского быта. Кубанские печки-кобыцы, глиняная посуда, макитры и глечики. И, конечно же, гостеприимные хозяюшки с песнями и угощениями. У гостей была возможность тут же отведать кубанские разносолы и казачьи яства на щедрых столах. И паутинкой там заплыло хозяин воду провел. Ну что, расскажи сейчас за наш курень, батько. Ой, гости дорогие, вы от этого приходили до нас в гости, я так, держи, Галя, я так готовился. Вот я приезжаю с поля, Галя моя рукодельница, вот это, что все на столах, все, что на земле цветы ростит, все, все она готовила. Утром 31 июля в Северном парке впервые за всю историю Славянского района стартовал конкурс ландшафтных уголков этнографической выставки под открытым небом «Казачий курень». Главные критерии отбора – оригинальность и красочность уголка, проявление творческой инициативы, использование цветов, растений и других природных материалов, наличие элементов прикладного творчества, наличие дополнительных предметов благоустройства. Цель конкурса – это привлечь внимание населения нашего района к работе территориальных органов самоуправления, к стараниям жителей благоустроить свои, то есть показать благоустройство жителей, показать, как жители стремятся украсить наш город, вместе с этим, само собой, свои же дома, свои дворы, свои сады. В каждом курене старались поразить членов жюри. Судили члены комиссии строго, но объективно. Оригинальность и яркость ландшафтного дизайна – вот главные критерии оценки. Жителям прибрежного сельского поселения удалось удивить членов комиссии своей необычной идеей. В этом курене действительно царила удивительная атмосфера, а создавал её именно ландшафтный уголок. По дворе садовода название говорит само за себя. Большое количество цветов и корзины с яблоками отличали этот курень от всех остальных. Идея по созданию ландшафтного уголка пришла работникам культуры прибрежного сельского поселения внезапно, а её воплощение в жизнь стоило больших усилий. Ну, это у нас есть культура, она поработала, всё это девочки придумали сами, сами сделали своими руками. Тут мужских рук не применялось. Ну, единственное, что у нас вот некоторые предприниматели ещё есть, они вот домик вот этот подарили, вернее, не подарили, предоставили нам для выставки. Черноярковское сельское поселение всем известно изобилием рыбных угодий. Ландшафтный уголок в курене этого поселения занимал практически всю площадь подворья. Красиво украшенный большой пруд был переполнен рыбой. Помимо этого, в курене было много элементов кубанского быта – творческий подход к оформлению и, конечно же, гостеприимность. Этот курень и стал победителем в традиционном конкурсе на лучшее оформление куреня. А лучшим ландшафтным уголком было признано подворье садовода – прибрежного сельского поселения. На втором месте – целинное сельское поселение. Третье место по праву занял уголок анастасиевского поселения. В этом году их курень отличался особой атмосферой. В анастасиевском курене воссоздали самую настоящую самобытную кубанскую атмосферу. Обстановка здесь удивляет разнообразием предметов интерьера казачьего быта. В этом курене старались удивить чем-то новым и неизведанным. В этом году, говорит хозяин куреня анастасиевского сельского поселения Юрий Вихтевский, они постарались добавить больше новых элементов благоустройства. Прежде всего, идея – это удивить народ чем-то, чем-то новым, чем-то хорошим. Но сейчас при этой жизни, я не знаю, удивить чем-то, наверное, невозможно. Но все же таки, мы старались и делали все для того, чтобы удивить. И что-то у нас удалось. Вот мы в этом году, можно сказать, сделали какие-то новые вещи, и глядя на народ, который приходил к нам, мы увидели, что он удивлен. И для нас это было уже хорошо. В течение трёх дней в куренях оживали картины многовековой истории Кубани. И каждый раз люди, приходя сюда, с интересом знакомятся с предметами старины и укладом жизни казаков. В эти дни славянцы смогли соприкоснуться с культурой нашего богатого прошлого. Такие мероприятия надо проводить не только в дни города, но и, помимо, периодически надо их проводить. Почему? Потому что это сплочает единство, дух кубанский на самом деле. И что хочу сказать – слава Кубани, слава героям. На самом деле это очень важно. В тёплой атмосфере традиционной Кубани можно было отдохнуть душой и встретить единомышленников. Здесь возрождаются давно забытые традиции. Прошлое становится настоящим. Древняя культура казаков становится живой, осязаемой. Её можно увидеть, услышать, почувствовать. Тина Копачевская, Георгий Калинин. Программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова